К нам в редакцию обратились жители одного из столичных домов с просьбой помочь. По словам чебоксарцев, их двор превратился в автотрассу. Жильцы не только боятся отпускать на прогулку детей, но и сами передвигаются с опаской. Подробности в репортаже Марины Рябцевой. Так бешеные они тут ездят. А так нельзя? Было уже такое. Или шибут, или это. Пешехода сбили. И ребенка чуть не задавили. Жители дома номер 4 по улице 50 лет октября пытаются отстоять свой двор от автомобилистов, которые по дворовой территории объезжают пробку. Скопление машин на перекрестке улицы Гагариной 50 лет октября – обычное дело в часы пик. И вот некоторые самые нетерпеливые водители используют сквозное движение. Транспорт тут уж всякий ездит. От грузовиков, от КамАЗов. И до самых маленьких малолетражек. Ездят они. Кто как, конечно, кто медленно уважает жильцов этого дома. Кто ездит на всех скоростях. При этом они еще и оскорбляют, когда их предупреждают, чтобы снизили скорость или что-то. Особенно в час пик. Ежедневно, вечером. С полпятого и часиков до семи, до полвосьмого. У нас разъехаться даже вчера здесь не могли. Здесь вот ругались. Вот на этом период. Потому что поднимались с этой стороны машины и ехали с этой стороны машины. И вот мы здесь стояли с председателем дома и смотрели. Они даже никак не могли разъехаться. Вот такой степени. Это у нас во дворе очень часто. Нервы у жильцов на пределе. И они уже устраивают живой щит. Правилами дорожного движения сквозной проезд через жилую зону и дворы запрещен. Штраф полторы тысячи рублей. Но в каждый двор инспектора ГИБДД не поставишь. Поэтому жители дома хотят закрыть въезд во двор с одной из сторон. Бетонные блоки однозначно устанавливать нельзя. При этом за перекрытие проездов у нас существует статья в Кодексе административного правонарушения. Вопрос нужно решить следующим образом. В правилах противопожарного режима у нас не запрещается установка шлагбаумов автоматических. Но при этом жильцы дома должны иметь брелки для открывания этих шлагбаумов. И в то же время эти брелки должны быть у специальных служб города. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Это тоже не наш.